ребята всем привет подписчики привет настроение супер пришел мой сварочный аппарат вот такой красавчик ударник у из 160 купил я его в магазине 220 вольт но это не реклама короче то есть не хотел бы вообще не хотел говорить каком магазине покупаю да там я везде всегда в разных магазинах покупая это сказал потому что вместе сварочным аппаратом пришла вот такая вот бумажечка на которой написано что они просят прощения на коленях стоят и говорят простите нас сергей викторович простите нас пожалуйста мы больше так не будем и пишут здесь то что оригинальный гарантийный талон на приобретение вами изделия настоящий момент отсутствует купон компании 220 вольт гарантирует вам получение оригинального гарантийного документа производителя для заказа оригинал просим вас позвонить короче чтобы за оригинальный короче как его гарантийный талон приобрести нужно им позвонить на этот номер и заказать этот талон я так понял короче ну ладно прощаем бог прощает и мы прощаем конечно же мы простим и бог простит как говорится вот он красавец вот он ну что будем распечатывать честно я еще даже не знаю что там внутри запакован он хорошо хорошо я вам скажу прям так хорошо короче не знаю мне что-то этот аппарат прям понравился не знаю по всем характеристикам будем смотреть так это или нет так смотрим что у нас здесь имеется так ну ремень имеется понятно держак обычный металлический по ходу зубцы ну я вам говорю что мне такие держаки нравятся вот это китайские не принципе нормальные держаки провода короткие конечно короче некуда прищепка это уже минусовая провода тут вообще короче некуда то есть самые наверно короткие которые я встречал то есть аж прикольную сейчас достану посмотрю сколько тут вообще короче ни о чем смотрите вот такой вот к вообще-то коротенькие короче то есть таких коротеньких проводов я еще не видел ну наверно хороший аппарат сейчас будем смотреть по вот он красавец вот он так что у нас тут еще в коробке есть так а есть у нас здесь инструкция по эксплуатации давайте посмотрим сразу короче боится он мороза или нет чисто ради интереса сразу вот и посмотрим я думаю что боится конечно нет представляете вот смотрите вот уже радует это вам не спец температура окружающей среды при эксплуатации аппарата должна быть от минус 10 до плюс 40 понятно я же говорил что этот аппарат уже идет как более-менее нормальный среди дешевых от минус 10 и он работает а спец работает от плюс 5 написано так ну давайте смотреть что тут у нас за аппарат такой такой суперский запаковали его так вот как ну по весу маленький такой в принципе а по весу нормальный килограмма на на 3 наверное килограмма три по весу такой приличный вес так мы смотрим что у нас здесь а у нас здесь вот такая вот крутилочка такая легко крутится в принципе крутилочка это регулятор такой аккуратно так все аккуратно сделано ни день ничего не торчит вот эти уголки так шатаются в принципе но более-менее не торчат это уже радует такие ребра закрыты а вот смотрите обнаружил чё вот где ребра до не вставили туда эту пластину пластмассовую такой знаете защитную чтоб не прикасалась до корпуса если случай падения там ничего вентилятор такой стоит небольшой маленький-маленький кстати манюсенький такой серьезная такого маленького еще не видел маленький вентилятор стоит кнопка включения 30 амперная походу так внизу у нас тут но это плата держится на этих двух и и ножки такие металлические обычные как у всех сбоку выглядит вот так ну такой оранжевенький симпатичный аппарат давайте почитаем что написано так максимальный сварочный ток 160 ампер продолжительность включения 40 процентов так а вот вот здесь у нас что-то тут прям написано прям много так так что у нас тут холостой ход 66 вольт 40 процентов при максимальном токе ну короче 4 минуты он будет работать на максимальном токе понятно да то есть на все он будет работать 4 минуты без перегрева ну такой вот симпатичный не знаю прям мне нравится и внутри знаете прямо такой там видно ну сейчас мы его разберем посмотрим так давайте байны а байонеты у нас смотрите видите байонеты будут несъемные ну как не все они съемные короче только сложно найти такие байонеты чтобы их поменять видите они внутри нету болта короче то есть такие байонеты найти сложно можно выточить там где-то у кого-то но лучше их конечно не выпаливать так здесь все то же самое написано короче вентилятор дует внутрь внутрь сварки и он маленький такой вот он смотрите какой сколько тут 5 сантиметров 5 на 5 короче вот такой вот вентилятор здесь стоит до вас или маленький вентилятор согласен с тобой вот короче таких маленьких вентиляторов еще не встречал такой плотненький взбитенький такой и тяжеленькие тяжеленькие так давайте его включим в резетку работает он хоть или нет так подключила его к резетке давайте посмотрим как он работает и как шумит и с какой задержкой включается и так включаем ну задержка есть небольшая это уже радует вентилятор будет хоть и маленький но вы знаете он будет хорошо смотрите как вам показать смотрите видите как дует хорошо прям дует и шумит так вроде бы не сильно такой маленький серьезно сейчас вам покажу с чем сравнить короче вот взял рулетку смотрите сколько он тут 6 сантиметров представляете вентилятор 6 сантиметров маленький такой но дует хорошо прям дует отлично и сильно так не будит то есть не пылесосит конкретно прям вот ну что давайте замерим холостой ход какой у него ну вот ребят вот такой вот холостой ход у него 61 62 показывают на обратной полярности ничего вообще не показывает вот сейчас показывает вот сколько ну 62 до где-то до 62 описали 66 ну в принципе пойдет а ну-ка то на такой посмотрим сколько она обратной вот полярности видите показывает сколько вообще ни о чем показывает значит это говорит о том что этот сварочный аппарат по моему не теряет амперы на длинных кабелях но это так предположение так ну все ампер из это холостой ход замерили давайте разберем его посмотрим что внутри ребята тут вообще прекрасно все мне понравилось все короче ну кроме вот этой вот алюминиевой шинки небольшой но вы знаете здесь нету 100 ампер чтоб она так сильно нагрелась мне кажется вот но это еще ладно так что у нас здесь еще имеется я так понял здесь стоит как раз здесь стоит два транзистора два транзистора номиналом не видно какие но термопаста под ними есть также они защищены и здесь транзисторы стоят не такие как на бизоне например другие короче смотрите интересное дело в другом короче что мне понравилось в этом так но я смотрю здесь уже стоит реле вы видите да вот она реле стоит что я не наблюдал в других дешевых сварочных аппаратах здесь она уже стоит и здесь стоит три конденсатора аж три маленькие но аж три штуки а вы помните что что я именно я я не знаю там как электроники там как все остальные я вот вам говорил чем больше вольт конденсаторах тем стабильная дуга будет я считаю именно вольт и не емкость конденсаторов не емкость а именно вольт и вот не знаю я никому ничего не доказываю это лично мое вот я смотрю что их здесь стоит три штуки емкость у них небольшая по 270 микрофарад но на 400 вольт вот эти вот три емкости то есть я считаю что в этом сварочном аппарате дуга будет замечательная возможно у они он варит сто процентов то есть если взять все остальные дешевые аппараты те которые я испытывал да верт бизон и спец даже калибр у них по одному конденсатору там стояла а здесь стоит аж 3 их маленькие нож три штуки по 400 вольт то есть сумме 1200 я думаю здесь дуга будет отличная вот такой мощный дросселек вот такой вот не по необычный красненький стоит блок питания я так понимаю это везде он желтенькая здесь он красненький какой-то стоит вот ну пролачена плата отлично то есть все хорошо пайка отличная нигде ничего соплей никаких нет а вы знаете я наверно ошибся все-таки здесь 4 а они и не да а это места под места есть под четыре транзистора то есть два стоит вот один вот второй два транзистора стоит ами а место есть под четыре транзистора это знаете о чем говорит о том что если вы купите аппарат например там 220 то в нем явно будет больше ампер и больше транзисторов стоять соответственно то есть мощнее аппарат покупаете мощнее будет этот самый мощнее будет ампер 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 ампераж это очевидно не так как знаете пишут 200 250 300 а у всех одно и то же короче нет этот будет реально выдавать короче свои амперы так ну два транзистора принципе не так много но я не знаю какие они мощные там не мощные не знаю думаю что этот аппарат варит у они сто процентов так как у него в общей сумме 1200 вольт на конденсаторах значит дуга будет более-менее эластичная боль ну не эластичная такая более-менее короче мягкая я думаю будет электроды у они варить короче я думаю так сейчас мы пойдем и пустим его на электроды и посмотрим вот не знаю просто пусть как хотят тебе думать я эти аппараты сварочные уже столько перебрал короче и вот заметил такую вещь где у кого больше вот этих конденсаторов вот у тех и дуга лучше короче это уже прямо на опыте замечено я не знаю пусть там электроники думаю что хотят но это вот у меня такая вот реальная короче система от как открываю аппарат смотрю конденсаторов стоит прилично например не он 220 открывая там их 8 конденсаторов мощных стоят так у него и дуга стабильнейшая тянется эластичная короче понятно а если взять такой например как редверг такой да там 200 у него всего два конденсатора да он его не варит но дуга то мне не стабильная ну отрывается быть ну не эластичная ладно поехали на электрод его кидаем смотрим на что он способен сколько он ампер выдает посмотрим сейчас поехали так но я уже нахожусь своей мастерской уже поприятнее работать так подключил аппарат вот зарядил электрод четверку 4 миллиметра мр3 видно да что это мр3 по сравнению вот вот тройка видите нашу это четверка вот и пособирал таких вот старых ржавых смотрите ржавые мокрые отсыревшие электроды разных типов фуони плазма лбшки они и сабовские 1355 короче есть даже вот не тецу короче l74s все их мы сейчас прогоним есть вот также рутиловые электроды стандарт все мы их сейчас прогоним посмотрим варит или нет он их но для начала посмотрим сколько он выдает ампер и если в нем анти залипания так включаем смотрим сначала смотрим короткий ток смотрим ток на коротком замыкании и анти залипания есть или нету а по видели ток короткого замыкания у нас получается 125 ампер и анти залипания сработала сбро давайте еще раз посмотрим 125 и сбросила на 25 то есть анти залипания в этом аппарате есть теперь смотрим на максимальный ток сколько он выдает так смотрим еще раз 110 ампер он выдает 110 ампер ну не знаю четверка вроде варит вот я четверку жгу короче варит 110 ампер так ладно маловато до 110 а 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 аппарата. Сейчас еще раз заряжу вот эти вот отсыревшие прямо с ржавчиной ОНИ 1355. Да, на меня. Да, варит этот аппарат ОНИ. Варит. Все хорошо. Единственное, что 110 ампер. То есть это для электрода два с половиной. Антизалипание есть. Вот смотрите, электрод двоечку вставляю. Залипает. И он не краснеет. Смотрите, антизалипание срабатывает. Да, хороший аппарат. Хороший аппарат, но мало ампер. 110 ампер. Ну все. Так, ребят, ну 110 ампер, конечно, маловато для аппарата, короче. Да, надо хотя бы, чтобы 120-125, чтобы варил тройкой. Поэтому здесь есть подстроечный... Короче, есть такой резистор или как он там настроечный, подстроечный. Видите, он синенький с краской. Ну если я его трону, это уже все. Гарантии он лишается, короче. Ну а что делать? Надо, чтобы аппарат варил тройкой. Поэтому сейчас я сделаю ему два полных оборота и пойдем проверим, сколько он будет выдавать ампер. Сейчас вот 110 выдает, я думаю, будет больше выдавать. Надо хотя бы 125-120-125, чтобы тройкой варить свободно можно было. Сейчас скручу и идем дальше, смотрим. Ну что, как говорится, сорвал я ему целку. Я добавил ему ампер, поставил ручку. Вот, и сейчас мы посмотрим, сколько он выдает. Сделал два полных оборота. Так, ну что, смотрим, сколько сейчас в нем ампер. Подкрутили, добавили, четверку поставили. Смотрим, давай. Ставим на всю мощность. Сюда? Вот так вот. Все? Да. Четверка, видите, аж шкварчит как. Что там? 125? 125 ампер стало. Видели, было 110, стало 125. Ну теперь он хоть тройкой варить смело будет. Четверку вот стоит, покажи. Четверка вот стоит. Смотрите, как он четверкой варит. Посмотри, как дугу показывает. Это четверка, он так шмалит теперь. То есть, для троечки на 120 ампер покрутилки. Сейчас поставим троечку. Где у нас троечка? Вот она у нас, троечка. Электроды уоньки варит. Короче, аппарат хороший. Вот это вот мне два аппарата нравятся. Калибр и ударник. Вот, что маловато ампер, но ничего, я уже накрутил, уже нормально. Итак, тройку, смотрим, как варит. Отлично он варит. Покажи, на каких амперах. Сейчас все отлично, короче. Так, смотрим, шов какой. Дуга у него хорошая. Такая же, как на калибре, короче, мне нравится. Вот такой шовчик. Для меня, давай. Ну все, конец видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я думаю, полный тест ему провел, этому сварочному аппарату. То есть, немножечко, видите, надо добавить ему ампер, чтобы он чувствовал себя хорошо. Потому что китайцы его собирают, чтобы собрать, короче. 110 ампер, ему мало, я видел вообще у него 150 ампер, я когда настраивал этот сварочный аппарат, настроил ему 135, но побоялся много. Я не хочу, то есть, 125 ампер это нормально для электродов тройки, чтобы было с запасом. Поэтому я больше не делал, могу и больше ему сделать, но этого не надо делать. То есть, 125 ампер на два транзистора, это нормально. Ну все, пока.